Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Михаил, какие у вас в целом ожидания от переговоров, которые в данный момент проходят? И вот что касается мирного договора, то хотелось бы отметить, что, к сожалению, мы видим достаточно большие проблемы с тем, чтобы Ереван согласился на справедливые условия, которые сформулированы Баку в пяти известных принципах. И все же можно ли рассчитывать на конструктивное поведение Армении? — Понятно, что переговоры по такому сложному вопросу простыми быть не могут. В то же время мы можем отметить, что, насколько известно, предварительно встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна длилась даже чуть дольше, чем это было запланировано. То есть, по крайней мере, предварительно какие-то моменты могли быть, если не сглажены, то обозначены в ходе этих переговоров. В любом случае, сохраняется риск того, что конкретные шаги в данном направлении будут все-таки частично перенесены на какие-то последующие переговоры. Но в то же время, учитывая, насколько интенсивно обсуждение возможности заключения мирного соглашения и каких-то подвижек в этом направлении обсуждались в последний месяц-полтора, здесь можно предполагать, что все-таки новые шаги в сторону заключения такого соглашения могут быть сделаны в том числе и в рамках нынешней трехсторонней встречи, которая должна сейчас пройти после переговоров, которые Владимир Путин отдельно проводил с Николом Пашиняном и Лихамом Малеевым. Да, вот глава государства, кстати, на встрече с президентом России, он подчеркнул, что Азербайджан достаточно высоко ценит роль российского лидера Владимира Путина в контексте нормализации армяно-азербайджанских отношений. Насколько, ну как вы думаете, все-таки важно России остаться главным посредником по урегулированию Азербайджана-армянских отношений, учитывая, что по инициативе Еревана того же, то есть в регион активно втягиваются и внешние игроки, то есть в частности Евросоюз, Франция, США? Конкуренция посредников всегда присутствовала, и сейчас мы видим новый виток этой конкуренции, тем более, что конец года – это всегда активизация посредников по диалогу Баку и Еревана, так было и в прошлом году, да, можно вспомнить, например, проходившую на тот момент в конце ноября встречу трехстороннюю Владимира Путина, Николу Пашиняну и Ильхаму Алиеву в Сочи и переговоры в декабре прошлого года, так сказать, уже при посредничестве Евросоюза. Поэтому, конечно же, конкуренция имеет место для России, это, так сказать, вопрос, да, вопрос престижа, вопрос влияния на Южном Кавказе, и в то же время это вопрос реализации вполне прагматичных договоренностей, в том числе связанных с разблокированием транспортной коммуникации в регионе. Да, можно отметить, что на встречах нынешних, да, проходивших сегодня Владимира Путина с президентом Азербайджана и премьером Армении, тема это также поднималась. Да, если вспомнить ту роль, которая отводится российским пограничникам в рамках вопроса о разблокировании транспортной коммуникации по трехстороннему заявлению, которое подписывалось в ноябре 2020 года, естественно, для России, так сказать, достаточно важный вопрос, да, чтобы в том числе и вопрос о разблокировании коммуникации постепенно переходил от, собственно, договоренности к практической реализации. Поэтому понятно, что здесь у Москвы есть целый ряд мотивов для того, чтобы ее посредничество приносило практически результаты в рамках нынешних переговоров. А как вы думаете, все-таки вот в Армении в то же время, вот ныне премьер-министр Армении, это Пашинян, он понимает, что сотрудничество и с Азербайджаном, в то же время и с Россией поможет, достаточно поможет, да, конечно же, развить его страну, учитывая, да, нынешнее плачевное состояние? Ну, в данном случае даже ряд близких к правительству Армении спитеров, экспертов, упоминали о том, что разблокирование коммуникации должно принести экономические выгоды для Еревана. В то же время мы видим то, что внутри Армении есть и достаточно количество критиков такого пути, поскольку, так сказать, путь к разблокированию коммуникации воспринимается многими оппонентами власти Армении как некая уступка Азербайджану и Турции в ущерб интересам, собственно, политическим Армении, да, и в том числе, так сказать, в ущерб, как считают те, кто разделяет такую точку зрения, в ущерб, так сказать, бизнесу Армении в том числе. Поэтому понятно, что любые подвижки в данных переговорах, они будут становиться поводом для острых дискуссий внутри самой Армении, поводом для критики в адрес правительства Николы Пашиняна в том числе, так сказать, поэтому сторонники неких, да, подвижек, как по мирному договору, так и по расплатированию коммуникаций, естественно, внутри Армении есть, да, мы это видим в публичном пространстве, но в то же время и те, для кого это повод для критики в адрес действующего правительства Армении, причем не только реальные какие-то подвижки, но даже слухи о том, что такие договоренности могут быть, да, такие силы тоже присутствуют, и это, скажем так, один из факторов внутриполитической напряженности внутри Армении, который может сыграть свою роль в ближайшем будущем. Ну, я думаю, сегодняшняя встреча как раз-таки покажет, да, как говорится, дальнейшие шаги, на которые, как говорится, пойдет Армения. Спасибо вам большое. Я напомню, на прямую связь со студией подключался Михаил Нижмаков, политолог, аналитик Российского агентства политических и экономических коммуникаций.